Никто, наверное, и не вспомнит, где и когда появилась эта традиция – собираться руководителем сферы образования и вместе обсуждать круг насущных вопросов. Однако, несомненным остается тот факт, что именно августовский педсовет дает символический старт к началу нового учебного года. С учетом эпидемиологической ситуации совещание прошло в более узком формате, что совсем не помешало достигнуть желаемых целей его участникам. Конечно, можно сказать, что прошлый учебный год у нас был очень даже неплохой, и количество у нас олимпиадников увеличилось, и средний балл по району увеличился. В прошлом учебном году наша ученица с Матыкальской средней школы завоевала второе место в республике в научно-практической конференции, так что есть нам что гордиться. Ну, конечно, несмотря на эти успехи, есть и вопросы, над которыми нужно нам поработать. Среди выступающих на мероприятии традиционно присутствовал председатель Брестского райисполкома. Владимир Сенчук отметил, что все 39 районных школ готовы 1 сентября принять ребятишек. Осталось только организовать учебный процесс так, чтобы задействовать школьников не только в учебное, но и в дополнительное время, и направить их энергию на высокие результаты в освоении знаний, спортивные и творческие достижения. На сегодняшний день все учреждения образования Брестского района готовы к приеме учащихся и начала учебного сезона. В этом году мы провели реконструкцию ряд учреждений образования, построили новый блок питания в Родванической средней школе, пристройку в Чернинской школе построили на 12 классов с гимнастическим залом. Поэтому большая работа проведена сегодня. В докладах участников мероприятия прозвучали все те же актуальные вопросы повышения качества образования. Район может и должен показывать более высокие результаты на областных и республиканских олимпиадах, а также не уступать городу по итогам вступительной кампании. Ведь все преподаватели заканчивали одни и те же вузы, а дети сельских школ – такие же одаренные, как и городские. Этот год, конечно, с пандемией немножко сложнее было, но мы справились и не показали худшие результаты, и успеваемость была на уровне. Школа работает на то, чтобы создать условия для развития гармоничной личности, чтобы ей было комфортно в нашей школе. И как бы все условия способствуют. Сама природа подарила нам этот дивный уголок. В рамках мероприятия были награждены лучшие работники сферы образования многодетной матери Брестского района. Участники совещания поздравили коллег с началом учебного года и получили положительные эмоции от встречи.